привет с вами владимир реальная стройка и сегодня мы делаем три странных действия первое бурим электрическим миксером а у нас нашелся заказчик в деревне которому уже много работ делали он многодетный пытается экономить на всем на чем можно разумно сэкономить было вот такое ограждение сделать для сетки скрапиться вокруг огорода столбам должно быть порядка 40 и более штук мы ему предлагали забуриться бензобуром сделать бетонный сердечник и поставлять трубы но он предложил новую технологию мы не за нее не против мы просто ее показываем он купил вот такой вот бур для бензобура 60 на 800 и предложил нам к чему-то его закрепить мы вспомнили что у нас есть мощный миксер пошли к токарю выточили вот такой переходник показываю как буду собирать вот такой переходник который мы вкрутили в то место куда обычно закручивается венчик кстати лучше делать по шестигранник но токаря не было материала шестигранного и все и сюда мы пристегиваем потом бур ну и тут он пристегивается обычным пристежка для буров все и так мы установили же почти 40 с лишним столбов но для примера покажем вам здесь как он бурит ну намечаете где там надо бурить и бурите мы забуриваем примерно так как у нас задание чтобы землю труба торчала 70 сантиметров мы забурим где-то сантиметров на 40 но единственное трудно вынимать этот бурт потом мы берем вот такая дырочка берем трубу и вставляем на 40 сантиметров а дальше поступаем в последующей технологии ну и например из после того как вы забурили лунку один из людей который сейчас снимает должен стоять и все время проверять вертикальность а другой тюкать потюкал 5 сантиметров померил если надо туда 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 напряг и результате мы забиваем еще на 30 35 сантиметров землю и вот получается довольно ровный столб иди покажи а нет вот на уровень на уровень ограждение огорода вполне достаточный конечно он слабо держится и годится только серабицу натягиватель затеняющую сетку для помидор если же вам надо что-то более основательное на него закрепить мы тоже поступаем следующим образом и вот так установив первый последний столб и натянувши веревочку контролируя плоскость забора вертикальность мы сделали огромный забор но вот здесь нам понадобилось усиление потому что здесь будет калитка к соседям вот эта труба мешает поэтому мы обкопали на чуть больше чем штыка сделали бетонную ляпку это вообще мертвое сооружение поэтому мы решили заказчикам так вот мы установили 40 тысяч столбов там где до сюда будет рабиться мы думаем что они не расшатаются если расшатается то заказчик сам обкопает уже действующие столбы сориентирует их по уровню и сделает укрепить бетонными ляпками сразу для умников говорю этот метод не проходит для тех грунтов которые пучатся поэтому потому что вот это бетонная плюшка по выталкивать все столбы но есть в россии другие грунты где спокойные грунты песчаные или допустим там суглинки большой сусписи с большим процентом песка там этот метод применим забивайте столбы для неответственных изделий и забивайте плюс обкапать на 1 2 штыка для изделий которые требуют более сильной фиксации столбов а экономите на времени очень быстро мы бы вот эти вот 40 с лишним столбов установили менее чем за два дня вместе с резкой вместе со всем со всем второе затираем газобетон газобетоном прикладки газоблока особенно сложной конструкции как например здесь многогранная перегородка и еще наклонный потолок то есть верхние блоки зарезаются по месту вот так отрезается под определенным углом и отрезается наискось из-за этого как я не стараюсь у меня бывают учили 57 миллиметров а это комната за моей спиной это парная а это комната отдыха и поэтому очень важно добиться герметичности сверху тут заказчик специальной конопаткой законопатит термостойкой а швы я замазал просто взял мастерок и заводом клеем но сюда будет ложиться плитка или монтироваться вагонка и вот эти наплывы даже в двухмиллиметровые они мешать будут или плитки монтажу плитки или креплению направляющих под вагонку поэтому я взял замазал вот так жирненько все с примыкания почистил везде где торчали сильно вы сюда теркой по газобетону той самой которую нас научил делать подписчика на жива несколько лет до сих пор и после этого нашел кусочек гипсокартона гипсокартона газобетона и делал так и вот так вот затирая если ждать долго затирать сразу можно добиться четкой-четкой плоскости приятного внешнего вида так затертый газобетон сравним фактически зашпаклеванной стеной а времени это занимает сущие секунды и таким образом обрабатывая все примыкания я добываюсь того что у меня все герметично и без излишнего раствора который будет мешать монтажу плитки или вагонки сейчас я покажу это ближе даже с расстояния в 20-30 сантиметров ничего не видно плоскость абсолютная фактически это как зашпаклеванные стены и так сделано везде у нас горизонтальные швы и так заполнено вертикально кое-где сколы блоков или не точно зарезка и пришлось затирать кстати в этой бане вы же не помните сделали портал из кирпича газобетонную перегородку сделали уже потом чтобы решить проблему примыкание газобетона с порталом печки вот эту перегородку сложил здесь заказчика который сам не является строителем просто мужчина рукастый сделал сам за несколько часов вы знаете и сделано очень хорошо швы великолепные а вот этот легкий налет это от того что я газобетон над этим порталом резал по месту и пыль попадала как его не закрывал но это замоется таким же способом заполнен шоу между порталом из кирпича и примыканием из газобетона тут все замазано потом вот так вот в углу и все я вот так вот протер газобетоном и это создало абсолютно красивая примыкание ну и близко к герметичному так как я снимаю сам не могу вам наглядно это сильно показать но надеюсь вы понимаете кусочек газобетона всегда отлично все затрет и создаст внешний вид очень хороший 3 крепим осп к земле шурупами мы тут фигачим фундамент под пристройку волею судеб нивелира мы перепробили строительную площадку и оказалось что в некоторых местах фундамент выше на 23 сантиметра в некоторых равен вот этой части земли но земля тут рыхлая равнять по ней очень трудно плюс некоторых местах выше некоторых ниже а фундамент должен быть ну плюс минус там до 2 3 сантиметров выше до 1 мы долго думали как поставить здесь опалубку частично по поставили вот так но там хотя бы 10 сантиметров а здесь два три ну тогда я решил сделать так я взял usb поделил на равные кусочки но в частности на 24 сантиметра взял вот такие нагили или метизы по бетону на 212 сантиметров то есть не 212 221 и 2 десятых сантиметра и делаю так как был пьян попал в камушек ничего страшного раз покажу попал в камушек камушек уже выпал еще раз вот этот уровень у меня выставлен обычно мы делаем вдвоем но меня сейчас снимает тот кто должен работать со мной вот эта ниточка которая показывает уровень берем выставляем по этой ниточки и наживляем она вот здесь имеет зазор тогда мы берем и в нижнюю часть этой же деревяшечки крутим андырку можно не сверлить главное в конце не дать ей провернуться что она из глины вырвется притягивая по чуть-чуть все еще одно здесь посередине чтобы видите вот это убрать что бетон при ударе бетон насоса и всплыти вверх не оторвал ее берем специально я делаю это на первой скорости на второй скорости раздолбется земля супер ой сп наверное и краской как там хольцер пропитали вольцер когда бабки будешь засылать или хотя бы банку краски этих элементами ну кепочку он любит кепочки пришлите лимину кепочку он комсомольц на амуре потом пошлет фото в кепочке хольцер и будет так четкий пацанчик натуре по натуре пока